Привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Секреты вязания и сегодня у нас обзор пряжи Пуфи. Это подробный обзор пряжи, как и все мои обзоры, в которых я вам все рассказываю честно и по сути. Вот такая этикетка Ализе Пуфи. В 100 граммах 9 метров, 9,2. Видите, вот 9.2. Состав пряжи 100% микрополиэстер. И вот значки читайте по уходу за пряжей. Видите, 30 градусов для того, чтобы стирать, не отбеливать, не гладить, сушить горизонтально. Читайте всю информацию на этикетке, вот по-английски написано, кто знает английский. Номер цвета у меня 183. Посмотрите, какой красивый нежно-голубой цвет. Пряжа на ощупь очень мягкая, ну просто облачко нежное, такая легкая, воздушная, очень приятная на ощупь. Это пряжа для ручного вязания без спиц и крючков, то есть вязать из нее будем руками. Это пряжа бюджетная, турецкая, но это не мешает ей быть очень популярной. Сейчас из нее вяжут все, что угодно, все, что придет в голову. Толщина ниточки, посмотрите, какая, вот, 1 сантиметр. Пряжа пушистая, видите, вот если с краю совсем вот так вот ее щипать, то она вылазит-вылазит, пока вы не выщипаете вот это самое такое, то что, ну, не держится. А дальше уже, видите, вот вылезло все, что вылезло, и дальше ничего не вылазит. То есть пряжа не сыпется, и это классно. Поджигаем, видите, плавится, потому что это полиэстер. Вот этот пушок полиэстеровый насажен на нитку трикотажную, скорее всего. Смотрите, если ее тянуть, то она распускается. Видите, какая она пушистая? То есть это не катушечная ниточка, как, например, в пряже Ярнардольче или Гималайи. В общем, видите, какое оно? Вот сейчас я вам покажу. Видите, что происходит? Невозможно снять вот этот пушок с нитки, на которую он насажен. Пушок хорошо сидит на ней, а если такое произошло, что ниточку мы ухватили, то она просто распускается. И вот что с ней происходит, она становится такой пушистой. И никак невозможно ни кончики завязать благодаря этой ниточке внутренне, ничего, в общем, с ней невозможно сделать. Ну и на эту нитку вот насажены такие петли, видите? Вот если их так разровнять, разложить, то вот так они красиво лежат на ниточке. У них есть верхняя часть, есть нижняя часть. Если ниточку просто достаешь с клубка, за кончик берем. Петли как гирлянда, видите, вот висят все вниз, смотрят все вниз. Как вязать из этой пряжи покажу очень вам быстро. Вот так раскладываем петли ровно, чтобы они все смотрели в одну сторону. Вот так. Отсчитываем раз, два, три, четыре, пять, например. Пять петель в одном ряду. Поворачиваем ниточку в правую сторону. И выкладываем ровно следующие пять петель. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже, чтобы они смотрели все вверх. Вот так, друг на дружко. И вводим петельку в петельку. Вот так. Шестую петельку в пятую. Ну и так далее, видите? Вот так. Таким образом вяжется лицевая гладь. Петли не должны быть перекручены. То есть, скрещенные петли мы не делаем, чтобы получилась ровная лицевая гладь. Если вы не будете думать над тем, перекрутилась петля или нет, то у вас получится не красивая лицевая гладь, а хаотичная такая. На которой одна петля повернута в одну сторону, другая в другую. В общем, чтобы вязать ровную гладь, красивую, нужно внимательно сидеть и вводить каждую петлю. Видите, какая ровная лицевая гладь. Вот, смотрите, ниточка возле ниточки, ниточка возле ниточки. Идут они параллельно, видите, такие линии. Вот это лицевая гладь, на которой петли не перекручены, не скрещены. Вот так она выглядит. Можно, конечно же, не заморачиваться, а вообще закрыть глаза и вот так вот просовывать петлю одну в другую. И вообще не думать о том, перекрутилась она или нет. Но тогда у вас получится не ровная лицевая гладь, а кривая. Я ее называю кривой, потому что одна петля перекручена, другая нет и так далее. Лично мне не сильно нравится такая гладь, где петли то ровная петля, то скрещенная. Поэтому я, когда вязала плед, то сидела внимательно, каждую петельку провязывала. Вот так вот, в общем, вяжется полотно из этой пряжи. Как вы заметили, сам образец я туда-сюда не переворачиваю. То есть он лежит постоянно на столе, или на диване, или на кровати, где вам удобно можете вот так вот петли разложить и вязать. Узоры можно вязать из этой пряжи самые разные. То есть так же, как мы спицами вяжем самые разные узоры, так же мы руками можем соображать какие-то узоры из этих петель. Смотрите, какая изнаночная гладь получилась. При вязании пряжа не косит. Она отлично держит форму. То есть вот такой вот получается четкий прямоугольник. Петли никуда не косят, даже после стирки. И полотно из такой пряжи получается мягким. Ну, вообще, ну такое мягкое, оно классное. Смотрите, вот этот плед я уже связала большой. И вот эта изнаночная сторона пледа. Классная, да? И вот эта лицевая сторона пледа, видите? Хорошо очень держит форму. Плед не растягивается. Смотрите, я его вот хочу растянуть, видите? Я его вообще не могу потянуть по ширине. Потому что вот эта нитка, на которую насажен пушок, она не дает его вообще растянуть. И в длину, смотрите, тоже чуть-чуть он буквально тянется. Но вот эта нитка тонкая, что внутри, она не дает растягиваться. При вязании из этой пряжи у всех нас будет одинаковая плотность вязания. Потому что, ну, петли уже сделаны. И не нужно вязать ни спицами, ни крючком. Не важно, кто вяжет из этой пряжи, у всех будет одинаковая плотность вязания. Это классно. Пряжа совсем не колется, это естественно. И она теплая. Когда я довязала плед, положила его себе на ноги. Досчитала буквально до трех. Раз, два, три. И сразу почувствовала тепло. То есть, хорошо держит вот это полотно тепло. Такие пледы лучше всего использовать в холодное время года. Осень холодная, зима, холодная весна. Но не летом, естественно. Не тогда, когда жарко. Потому что под таким пледом в теплую погоду можно реально запариться. Ребенок ваш может сильно вспотеть. А вот когда на улице очень холодно, то вот можно таким пледиком укрыться. Или застелить какой-то диван, не знаю, кресло. Значит, какие узоры можно вязать? Как я сказала, уже самые разные. Если хотите, я вам могу показать, снять несколько видео. Мы с вами будем вязать разные узоры. Пишите, если вам нужно это, то пишите в комментариях. По поводу дефектов пряжи. Значит, пока я вязала, у меня было 6 мотков пряжи. Я извязала все. И у меня был только один дефект в одном мотке. Вот такой вот я его отрезала. Это было начало края. То есть, ну, начало нити самой. Вот как здесь хвостик. Вот эта петля, это я ее не обрезала. Вот такая она и была. То есть, самая первая петелька в начале ряда была вот такой, видите, не целой. Половинка. Это единственный был дефект из 6 клубочков. В общем, какие, значит, могут быть дефекты, получается, что может отсутствовать где-то петля. Такой мелкий дефект, в принципе. А так нитка в основном вся целая, классная, без дефектов. Если вы что-то вязали-вязали, ошиблись и захотели распустить, то, пожалуйста, берете, тянете за нитку, вот так вот, как я тянула, и распускаете. Она легко распускается. Может где-то тормозить, вот так вот, видите, а в целом можно распустить. Я разошиблась, пропустила одну петельку, пришлось распускать сантиметров, может, 10. Просто тянешь за нитку, и оно все хорошо распускается. Сейчас я вам покажу. Вот возьму плед, так и быть, распущу рядок. Смотрите, видите, как легко распускается. Ну, что сложного? Все, распустили. И так весь ряд. Не буду распускать много. Более подробно о пледе все расскажу в мастер-классе. Все нюансы, все-все-все, что мне понравилось, что не понравилось, все вам озвучу, расскажу, как есть. Вот, видите, получается очень красиво. Кстати, очень удобно, знаете, какая вещь, что если вяжешь-вяжешь, и нужно вдруг срочно куда-то отойти, то можно вот так вот вязание оставить, и если ребенок подойдет, то он особо его не распустит. Он подергает, подумает, что оно не распускается. Ну, я уже проверила. У меня маленький сын, ему почти 2 года. Он подергал, посмотрел, ничего не распускается. И так петли и торчат. То есть, ребенок, в принципе, ничего особо с пледом вашим не сделает, не распустит. Я не переживала, оставляла смело этот плед возле ребеночка, который играл со своими игрушками, и все было нормально. Ему, кстати, очень нравилось трогать пледик, щупать вот эти петельки, играться с ним. Эта пряжа отлично подходит для пледов вязанных, для игрушек, для подушек. Игрушки амигуруми вяжут, покрывало можно большое связать. Вяжут из нее все, что угодно. Я уже положила глаз на некоторые модельки, что я хочу связать. Будем вязать также с вами снуд. Для снуда, кстати, я прикупила, посмотрите, какую изумрудную нитку. Она очень красивая, посмотрите, какая красота. В общем, пряжа суперская для детского вязания. Я читала в интернете такое, что производитель говорит, что одна петля равна 2 сантиметрам. И для пледа метр на метр нужно набрать 50 петель. Таки да, 2 сантиметра равно одна петля. А вот если измерять готовый плед, то другие значения. И все эти значения все вам расскажу в мастер-классе о пледе. Из такой пряжи может вязать даже ваш ребенок. Вы можете научить его вставлять петельку в петельку. Можете дать моточки и пускай сидит себе вяжет плед. Ну, такой ребенок, который уже умеется это все делать, способен все это связать. Можете даже мужа попросить связать плед. Когда он будет смотреть футбол или еще что-то делать. Лежать на диване, отдыхать. Можете дать ему в руки пару мотков. И пускай вставляет петлю в петлю. И будет у вас готовый плед или покрывало. Вот смотрите, как у меня в полотне выглядит это место, где я связывала хвостики. От клубка, что закончился, и присоединяла новую нитку от второго клубка. Вот такое место с двумя кончиками, которые мы тоже будем прятать хорошо в мастер-классе по пледу. Девчонки, не бойтесь, если сделали ошибку в пледе, где-то пропустили петлю. Или провязали две петли из одной. То распускайте полотно, не бойтесь. Можете много раз туда-сюда распускать. С пряжей ничего не происходит. Она не портится, не сжимается, не мнется. Ничего с ней не происходит. Поэтому можно туда-сюда распускать много раз. Эта пряжа действительно классная для пледов, для многих разнообразных изделий детских. И она очень похожа чем-то на ощупь пряжу. Вот какая у меня есть. Himalaya Dolphin Baby. И вот это без этикетки Yarn Art Dolce. Обзор на эту пряжу Dolce я уже делала. Вы знаете, что это за нитка. Вот смотрите, какой у меня образец есть. Это узор от моего пледа. Две полосы. Посмотрите, какой класснейший узор. Если хотите связать такой же пледик точно таким же узором, то напишите мне в личку. Или заполните заявку под видео. Плед действительно классный получается из такой пряжи. Пряжа Alize w Puffy в 2 раза, а то и в 3 раза толще. Смотрите, какая разница между нитями. Видите? На ощупь они очень похожи. Но вот эта пряжа Dolce или Himalaya, она немного нежнее. Такая, знаете, нежная-нежная. Вот эта чувствуется, знаете, как сухость, какая-то шершавость. Но, несмотря на это, тоже она мягкая и приятная. Но все равно, любители кашемиров и мериносиков, вы на ощупь будете чувствовать, что это не натуральная ниточка. Если взять пряжу Himalaya, Dolphin Baby или Dolce, то из 5 мотков такой пряжи плед получится легче намного и тоньше. И, соответственно, он будет не такой теплый. А из этой пряжи Alize w Puffy получится намного толще. Плюс он будет чуть тяжелее. Но, естественно, намного теплее. Почему я именно эти пряжи сравниваю? Потому что они одинаковые по составу и очень похожи по тактильным ощущениям. Ну, прям очень похожи. Палитра у этой пряжи просто красивенная. Мне очень нравятся такие нежные цвета для деток. Она бывает также не однотонной, а цветной. Alize w Puffy Color есть. Загуглите, поищите. В общем, цены на пряжу смотрите в интернете. Так как в каждом городе может быть разная цена. Я загуглила вообще в нашем городе Одесса совершенно разные цены в разных магазинах. Естественно, я купила эту пряжу в том магазине, где цена была самая низкая. Друзья мои дорогие, все, все вам рассказала по сути. Всех вас жду на мастер-классе по этому пледу. Также мы свяжем с вами изумрудный снуд. На фоне голубого пледа немножко теряется этот изумрудный цвет. Вот так вот, видите, без голубизны этой. Вот, смотрите, какой красивый цвет. Я вам расскажу все расчеты, сколько нужно набрать петель для того, чтобы плед получился метр на метр. Или большего размера, или меньшего. Будете уже сами себе набирать, сколько вам нужно петель. Кто-то захочет связать плед метр шестьдесят на два, кто-то два на два двадцать. Расскажу, сколько набрать петель для снуда. Какой он получается ширины, длины. Все вам покажу на себе. И благодаря этим расчетам вы будете самостоятельно уже решать, какого размера изделия будете вы себе вязать. Вы знаете, что я очень люблю вязать пледы. У меня в инстаграм есть профиль. Вот здесь вот напишу вам, как называется профиль с моими пледиками. Девочки, смотрите всю информацию дополнительную под видео. Нажимайте кнопочку еще. Там внизу раскрывается инфобокс. И читайте. Пряжа мне очень понравилась. И напишите в комментариях, понравилась ли вам она, если вы уже что-то из нее вязали. Вот так сложила плед. Смотрите, нажму. Какое все мягкое, мягкое. Прямо отпечатки рук остается, видите. Пишите в комментариях ваши отзывы. Обязательно побольше пишите ваших отзывов об этой пряже. И что хотите из нее вязать. Что вы хотите, чтобы мы с вами вместе связали из этой ниточки. Жду ваши предложения. Всех вас обнимаю, люблю каждую из вас и желаю вам хорошего настроения. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok